Это мои зубы. Какие они будут видеть, красивые. Вот доктор занимается телом. Покрывает глазурью мою красоту. Сегодня все сделали, вымелили, сейчас вашу красоту запечем и через 30 минут оттеним. Отлично. Вот. Есть специальный аппарат, на котором все делают. Вот тоже. В общем, будет сегодня красота. Вот так это все делается, запекается. Покрываем печку. Наши готовые коронки, которые только что покрасил, вышли из печки. Покрываем пузырованные наши титановые основания. Можно их назвать аппаратами. На них есть специальные насечки. Эти насечки служат для того, чтобы не прокручивать коронки. То есть в коронках есть пазы. И именно эти коронки вставляются в эти пазы. Вот он этот паз, вот он этот паз. Ну и с другой стороны. Это винт, который устанавливается в это титановое основание. Тиреопат. Наши три коронки, три титановых основания. Вот таким вот образом они вставляются друг в друга. Коронка является продолжением титанового основания. Так должно быть. Вот так не должно быть. То есть такого зазора быть не должно быть. Шестигранники. Внутри имплантата также находится такой шестигранник. И они, получается, позиционировались. Здесь мы уже зацементировали. Обратите внимание, как лишний цемент выходит. Если бы это была цементная фиксация, да, цементу положили, конечно, поменьше. Но он все равно бы выходил. А теперь представьте, если у нас абатмат, то есть вот этот край абатмата, находится чуть ниже десны. То есть десна примерно вот на этом углу. Мы же хотим, чтобы у нас была видна коронка, а не эта железка. Поэтому мы устанавливаем к чуть ниже уровня десны. Соответственно, когда мы фиксируем цемент в полости рта, вот эти кусочки цемента остаются. И их очень тяжело из-под десны вытащить. Они потом дают некое осложнение. У тебя нет возможности проконтролировать посадку четкую. Село, не село. Ты этого не видишь. Ты просто фиксируешь, зная, что должна сесть. Ты не контролируешь выход этого цемента. То есть цемент может выходить в разные стороны. Его проблематично убрать. Далее. Ты не контролируешь, как этот цемент здесь обломался. Гладко, не гладко. Что там внутри. Ты этого не видишь и не контролируешь. Поэтому мы делаем винтовую фиксацию. На винтовой фиксации цементирование происходит в руках. То есть мы зацементировали. Лишнее все убрали. Заполировали. Сделали все гладким. Задача открутить формирователь у имплантата. Установить и винтом закрутить. Все. Больше ничего не нужно. Все уже сделано заранее. Зацементировано, обработано, заполированно. Это состояние под полость рта. То есть у нас находится имплантат внутри. И в него вставляется как раз эта коронка. На титановом основании. Мы видим внутри. Имплантат находится. В него устанавливаем нашу корону. На титановом основании. Вот такой результат мы получаем в конце. Наша коронка. Одна. Вторая. Третья. А вот, кстати, формирователь. То есть их откручивают и устанавливают коронки на винтовой фиксации. Пожалуйста. Один формирователь. Второй. Третий. Установили. Закрутили. Пока шахты эти. Мы закрываем временный плом. ПЦ должен походить, адаптироваться. Далее мы временный плом убираем. И закрываем красиво композит. Все. Никаких тебе целей. В этом преимущество винтовой фиксации. Но. Самое главное. То, что это было изготовлено за одно посещение. Отсканировали. Отфрезеровали. Загрузировали. Зафиксировали. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.